Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Вернемся к истории западно-французского королевства, где 3 июля 1987 года сменилась династия. На смену королинкам пришли робортины, которые с избранием гугл-кадека стали называться капитингами. И тем самым раннее средневековье сменилось высоким средневековьем. Об этом мы говорили в выпуске номер 13. Тут следует сказать, что гугл-кадек был избран королем в ущерб Карлу Лотаринскому, чистокрованному капитингу, брату короля Лотаря, дяде умершего короля юного Людовика V. Избрание состоялось на ассамблее знати фактически лишь с севера Франции, где не было представителей ни Аквитании, ни Тулузы, ни Фландрии, ни Вармондуа, ни тем более Абдетане. Относительно легитимности этого избрания были большие сомнения. Вот, например, Гизо пишет, что когда гугл-кадек спросил графа Перегора Адельберта, кто сделал тебя графом, тот ответил, а кто сделал тебя королем? Ну, фактически, гугл-кадек сделали его же собственные вассалы из региона, которым правили исконно Робертины, которые, напомню, были марграфами Нейстри, герцогами Франции. И под их властью была большая территория, это были Анжу, Тур, Мэн, Париж, Орлеан, также их соседи и союзники, герцоги Наромандии и Бургундии. И, фактически, еще большое влияние на избрание гугл-капета имел архиепископ Реемский Адельберон, который был другом будущего короля. На момент избрания гугл-капет был Жанимулат, ему было порядка 50 лет, проправил он менее 10 лет, умер в 996 году. И, говоря о ранних капетингах, следует упомянуть три важных особенности. Вот насколько были мощными Робертины до вошедствия гугл-капета на престол, настолько поразительно слабыми оказались преемники этого короля. Дело в том, что, я уже упомянул, что Робертины, Марграфа Нестри и герцоги Франции были очень могущественны и были вторыми людьми в королевстве после, собственно, королей-каролингов. Но, зайдя на престол, они потеряли контроль над Анжу, Мэлом, Туром. И королевский домен ранних капетингов ограничивался только регионом Иль-де-Франц, областью с городами Парижем, на севере и Орлеаном, на юге. И это несмотря на то, что из этого рода, из Робертинов уже было два короля на престоле. Это Эд и Роберт. Второй особенностью было то, что ранние капетинги короновали старшего сына еще при жизни отца. И это можно объяснить их неуверенностью в собственной легитимности. То есть, Гуго-капет был избран на ассамблею знати. Чтобы не созывать ассамблею для избрания короля, если король-отец коронует сына при своей жизни, то как бы после его смерти трон естественным образом переходит к уже коронованному наследнику. Далее. Несмотря на вот эту слабость, несмотря на сомнения в собственной легитимности, у капетингов было какое-то необъяснимое везение. Также им была присуща определенная мудрость и осторожность в их правлении. Их везение объясняется, вот почему я говорю о везении, тем, что все их представители почти в северне правили очень долго. Три преемника Гуго-капета правили общей сложности 112 лет, Роберт II 35 лет, Генрих I 29 лет, Филипп I 48 лет. Далее Людовик VI правил 29 лет, Людовик VII 43 года, Филипп II август тоже 43 года. Лишь Людовик VIII выбивается из этого ряда, он правил всего 3 года, но его сын Людовик IX святой снова очень долго правит, 44 года. То есть вот эта продолжительность, она способствовала закреплению династии на троне. Они стали такими традиционными для Франции монархами. Кроме того, у каждого из капитингов был сын, наследник. А если сыновей было несколько, то между ними не возникало таких серьезных братоубийственных войн, которые мы наблюдали у королингов. Вот все это в сочетании, вероятно, способствовало тому, что несмотря на слабость, несмотря на ограниченные ресурсы, все-таки капитинги смогли консолидировать королевство вокруг своего домена и создать то, что мы сегодня называем Францией. Три преемника гур-капита прослыли слабыми королями, и мне кажется, это не вполне справедливо. Да, они были весьма ограничены в ресурсах, они уступали в могуществе наиболее мощным вассалам, но их деятельность скорее следовало бы, на мой взгляд, сравнивать с закладкой фундамента в здании, когда мы не видим практически ничего на поверхности земли. И нам кажется, что ничего не происходит. Но это очень важный этап, потому что от того, насколько прочным и качественным будет фундамент, зависит, в общем-то, устойчивость всего здания. За свое 35-летнее правление Роберт II, который правил с 996 по 1031 год, не совершил особо каких-то выдающихся поступков. Хотя по описанию епископа Хельга Дебуржского, король был хорошо сложен, неглуп, образован, имел склонности к философии и музыке, при этом он был ревностный католик. Ну, тут не следует забывать, что на его правление пришелся 1000 год, при приближении которого в Западной Европе очень серьезно ожидали конца света, и это накладывало отпечаток на общую религиозность людей. Интересно, что третьим браком, от которого произошли последующие капитинги, Роберт был женат на Констанции, дочери графа Прованса, Вильгелема Освободителя. Вместе с Констанцией на север Франции приехало довольно много южан, которые привнесли средиземноморский колорит. Хронист той эпохи Роуль Глебе писал, что эти южане из Аквитании и Оверни тщеславные, тревольные, имеют странные манеры, непривычно обливаются, бреют бороды, подобно актерам, и тому подобное. Одним из важнейших мероприятий Роберта было закрепление в Ургунтии за капитингами. В 1002 году умер герцог Эд Генрих, младший брат Гуго Капитан. А пасынком Эда Генриха был Отто Вильгелем из рода Анскариев, внук короля Италии Берингария II, о котором мы уже говорили ранее. И вот этот Отто Вильгелем, он наследовал, в общем-то, всю Бургундию. Но Роберт вторгся в герцогство в 1003 году и до 10016 года, там шла война, в результате которой герцогство Бургундия отошло к капитингам и стало их первым понажем. А Отто Вильгелему досталась лишь восточная часть Бургундии, графство Бургундия в составе Священно-Римской империи. При Роберте II образовался ситуативный союз капитинг с графами Анжу, который был направлен против другого союза, Дума Блуа и графов Романдуа. Вот известно, что из споров короля Роберта и графа Эда Дюблуа пошел в истории знаменитый ответ последнего о том, что лучше умереть на своем феоде, чем жить без феода. Граф Анжуфульг III отобрал у этого Эда графство Тур. Король, воспользовавшись моментом, отобрал графство Дрё, которое стало вторым понажем капитингов впоследствии. С другой стороны, Эд Дюблуа, благодаря родству с домом Романдуа, смог закрепиться в Шампании, хотя он там воевал с архиепископом Римским Эблем и герцогом Верхней Лотеринги Теодорихом. И даже вот этот Эд Дюблуа пытался стать королем Арилата в 1032 году, когда там умирает бездетный король Рудольф III. Но, как уже упоминалось, в общем-то, трон Арилата достался императору Конраду II. Под конец правления Роберта II умер его старший сын и наследник Губа, а с двумя младшими сыновьями у короля были междуусобицы, вот эти два сына, Эдди Генрих и Роберт. Собственно, в разгар междоусобиц король умер 20 июля 1031 года. Королева Констанция хотела возвести на престол своего любимца, младшего сына Роберта. Но все же корону получил Генрих, а Роберту достался утешительный приз. Генрих уступил ему герцогство Бургунде, которым он владел при жизни отца. И вот, собственно, с этого Роберта, герцога Бургунского, начинается первый апонаш капитингов и первый капитинский дом герцогов Бургунских. Генрих первое правило 29 лет, с 1031 по 1060 годы. И он наиболее известен нам благодаря своему браку с Анной, дочерью князя Ярослава Мудрого. Интересно, что начиная с этого брака в Сападной Европе распространяется имя Филипп, которое до того там не упоминалось. Есть легенда, которую я почитал в какой-то художественной книге, о том, что у юной девушки Анны в Киеве был любимый молодой человек, юный викинг по имени Филипп. И, по всей видимости, родители, отец этого Филиппа был на службе у византийского императора. В Константинополе, откуда, собственно, и греческое происхождение имени сына. Но по политическим соображениям Анна была отдана в жены немолодому уже далекому французскому королю Генриху. Уехала в Париж, но запомнила на всю жизнь свою первую любовь. И вот в честь ее был назван ее первенец сын Генриха и Анны. Каких-либо подтверждений этой версии у меня, естественно, нет. Но, впрочем, нет каких-то и других подтверждений, других версий происхождения этого имени. Само же правление Генриха было довольно влеклым. Оно прошло в непрерывных стычках, достаточно локальных, с его баронами и также с соседями. Ну, то есть он продолжал союз с графами Анжу, против дома Блуа, и постоянно там шли какие-то конфликты. Но наиболее знаменитым, наверное, значимым событием царствования Генриха была битва при Валь-Эд-Дюн в Нормандии, где король поддержал молодого Вильгельма, незаконнорожденного сына герцога Роберта и будущего Вильгельма-завоевателя, против его двоюродного брата Гибургунского, который был сыном сестры этого герцога. Ну, вот битва завершилась, победа и Генриха, и Вильгельма. Более важные события этого времени происходили в тех регионах нынешней Франции, над которыми король не имел власти. Вот, например, в 1032 году Эд, второй сын герцога Критании, Вильгельма V, он следовал от матери герцогства Гасконь. В Гасконне до того правила местная династия, видимо, паскского происхождения, происходившая чуть ли не от герцога Лупа, современника Карла Великого. И вот эта династия завершилась, Эд унаследовал Гасконь, а в 1038 году, после смерти старшего брата, еще и по Кританию, но через год он погиб в стычке со сводными младшими братьями, и герцогства, в общем-то, тогда не объединились. Хотя это объединение произошло в 1058 году под властью младшего сыновей Вильгельма V, Гижо Фруа, который правил в Аквитании и в Гасконне под именем Вильгельма VIII. Между 1037 и 1062 годами Большое графство Прованс разделилось на, собственно, графство, которое в будущем унаследует дом Барселоны, и маркграфство, которое благодаря своей матери унаследовал Понс, граф Тулузы. И вот это объединение графства Тулузы и маркграфства Прованс способствовало тому, что под властью дома раймонгидов, графов Тулузы, оказался весь юг нынешней Франции. Генрих I умер 4 августа 1060 года. Ему наследовал, уже упоминаемый, Филипп, которому тогда было около 7 лет. И в течение 7 лет до совершеннолетия Филиппа регентами Франции были Анна Герославна и граф Флангрии Балдуин V. В правлении Филиппа произошли два очень важных события высокого средневековья. Это покорение Англии Вильгельму завоевателем, герцогом Нормандии. И в 1095 году начался первый крестовый поход. Впрочем, король Филипп к этим событиям прямого отношения не имел. С герцогом Вильгельмом отношениями были сложными, не в последнюю очередь, из-за очень агрессивного поведения нормандского герцога. В 1066 году Нормандии угрожал герцог Британии Конанг II. Почему? Потому что он утверждал, что норманды отравили его отца, герцога Алана III, в то время, когда вот этот Алан был опекуном Вильгельма, юного Вильгельма, завоевателем. И Гизот пишет, что Вильгельм подкупил одного из бретонских дворян, чтобы тот нанес яд на перчатки Конана. И таким образом, вот Конан умер, а Вильгельм избавился от опасного соседа. Долгое правление Филиппа, он правил 48 лет, ознаменовалось началом расширения королевского домена. Так вот, в годы войны за наследство первого дома Анжу, о котором мы говорили в прошлый раз. И вот, собственно, это графство Анжу досталось графам Дюгатине, от которых произошли, в общем-то, будущие плантагенеты. Король Филипп, поддержав Фулька и графа Гатине, на престоле графства Анжу, взамен получил, собственно, Гатине. Также Филипп смог заполучить графство Вексен, которое ранее было под контролем герцогов нормандских, а благодаря браку его младшего брата Гуга под власть капитингов отошли графства Вермондуа и Балуа. К слову, вот этот Гуга был одним из активных участников первого крестового похода. В этом крестовом походе также участвовал векунт Буржа, что в центре Франции вот для этого участия векунт заложил свои земли, вернувшись из похода и не смог их выкупить. И таким образом векунство Бурж тоже отошло к короне. Филипп Первый умер 29 июля 1108 года, но в последние годы жизни в дело королевства все более и более вмешивался его сын и наследник Людовик. Этот принц, судя по жизнеописанию Аббата Сугерия, об этом Аббате мы еще упомянем, отличался энергией и чувством справедливости. Вот Гизо в своей книге цитирует слова Сугерия о Людовике. Этот юный герой, веселый, привлекавший к себе все сердца и за свою доброту, принимаемый некоторыми людьми за постака, едва достигнув юности, оказался уже мужественным защитником царства своего отца, заботился о нуждах церкви и о том, что давно уже оставалось в пренебрежении, о безопасности земледельцев, ремесленников и бедных. Людовик VI был первым капитинком, который короновался не при жизни, а после смерти своего отца. Коронация состоялась 3 августа 1108 года, и это важный факт, показывает, что капитинки уже довольно прочные, закрепились на троне, и фундамент их власти был завершен. Людовик VI стал первым из великих королей капитинка, который на этом фундаменте возвел здание французской государственности. Он активно вмешивался в дела разных регионов страны, Шампании и Гасконии, Нормандии и Увернии, выступая как арбитр и защитник мира. Вот что пишет Сугерий. Людовик, сделавшись божьей милостью королем французов, не оставил приобретенной в юности привычки покровительствовать церквям, поддерживать бедных и несчастных, и заботиться о защите и мире королевства. И далее он добавляет, известно, что у королей длинные руки. Это очень интересная фраза, особенно учитывая очень небольшой королевский домен ранних капитингов. Гизо отмечает новую особенность, проявившуюся в правлении Людовика VI, впоследствии прозванного Толстым. Он вновь начинает строить институты публичной власти, утраченные после Людовика благочестивого, хотя и не заменяя, но дополняя развившиеся к тому времени институты феодализма, которые базировались на приватно-правовых отношениях. Я приведу цитату из труда Гизо. Новая королевская власть не заявляет притязаний на абсолютизм и на право управлять одной и повсюду. Она не требует этого наследства древних императоров. Она признает и уважает независимость феодальных господ. Она предоставляет им право проявлять свою юрисдикцию на землях их. Она не отрицает и не разрушает феодализма. Она лишь отделяется от него и ставит себя выше всех этих властей, как особая высшая власть, которая по изначальному своему значению имеет право вступаться для восстановления порядка и справедливости для защиты слабых против сильных и безоружных людей против вооруженных. Это очень важное нововведение и оно проявится впоследствии. Сугерий автор жизни Людовика Толстого в юности учился с будущим королем, затем был его советником. В 1122 году Людовик сделал его аббатом Сен-Дени и особенно сильное влияние Сугерия проявилось после смерти Людовика VI, которая произошла 1 августа 1137 года. К тому времени старший сын короля, которого звали Филипп, погиб и корона отошла второму сыну Людовику VII, позванному юным. На тот момент Людовику юному было 17 лет. Король смог добиться его помолвки с наследницей Аквитании Леонорой. Сугерий стал главным советником молодого короля. Кстати говоря, свадьба Людовика юного и Леонора произошла в начале августа 1137 года. И вот сразу после свадьбы собственно Людовик узнал о смерти отца и о том, что он стал королем. И, казалось бы, очень многообещающее правление, которое началось с объединения под личной унией Франции и Аквитании, но это правление было достаточно неудачным. в начале его последовала война с типографом Шампани, в ходе которой король нарушил Божий мир и сжег укрывшихся в церкви жителей города Ветри. Это очень негативно сказалось на репутации Людовика. В искуплении этого греха он должен был отправиться в крестовый пункт летом 1147 года. И на хозяйстве во Франции регентом остался аббат судей. В ходе крестового похода, куда за Людовиком последовала Леонора, отношения между мужем и женой сильно испортились. К тому же за 15 лет брака у них рождались только дочери, а королю Ножен был сын, наследник. И вот в 1152 году Людовик VII добивается развода с Леонорой. Это, кстати, произошло через год после смерти Аббата Сугерия, который был категорически против развода. Развод король получил. В результате Леонора, естественно, осталась наследницей и герцогиней, вернее, уже к тому времени, Аквитании и Гаскони. То есть король их утратил. А Леонора через два года в 1154 году вышла замуж за молодого графа Анжу Генриха Плантегенета, который унаследует также герцогство Нормандии и королевство Англии. И таким образом образуется Анжуйская империя, о которой в прошлый раз мы говорили. Это огромное образование королевство Англия, герцогство Нормандия, графство Мэн, Анжу, Пуэтье, герцогство Критания, герцогство Гасконь и далее благодаря еще браку сына Генриха туда присоединится герцогство Британь. И вот делом жизни наследника и сына Людовика VII Филиппа станет борьба с этой Анжуйской империей. То есть как вы уже понимаете Людовик VII также сочетался после Элеонора еще браками двумя и вот от третьего брака родился этот сын Филипп впоследствии вошедший историю с титулом Филипп Август и вот собственно о том как этот Филипп боролся с Анжуйской империей Плангагенетов мы будем говорить в следующий раз. А вот подводя итог этому выпуску я хочу сказать что управление ранних капитингов Роберта II Генриха I и Филиппа I это как бы была закладка фундамента под зданием французской государственности и когда этот фундамент был завершен то уже Людовик VI первый из великих капитингов смог начать возводить на этом фундаменте собственно здание французской монархии и наиболее серьезный вклад в это здание сделал герой нашего следующего выпуска Филипп Август деятельность которого можно сравнить с возведением как бы такого каркаса несущих стен но об этом в следующий раз а я вас благодарю за внимание и до новых встреч до свидания до новых до новых до новых Продолжение следует...